Танки Берлинской Тройки Танки Берлинской Тройки Тот же старый ИС, который способен Разрывать врагов Своей Альфой Смотрите сами, вы можете Купить премиум танк И он будет хуже прокачиваемого ИС-2 точно не хуже, чем Обычный ИС И с фармом Серебра он вполне справляется Да и статистика на нем растет Стремительно Так что я считаю, что это вполне нормальный Выбор Одно из главных преимуществ этого танка Это огромный альфа-страйк 390, а также хороший ДПМ. Да, плохая точность, долгое сведение, не лучшее пробитие 175 бронебойным и 217 голдой, хотя часто всё-таки этого достаточно. Но реализовать на ИС-2 эту альфу очень легко, потому что танк обладает неплохой динамикой и бронёй. Танк рикошетный и часто прощает ошибки. И в принципе танковать одноклассников на нём можно. Конечно, не стоит просто выезжать на врага, подставляя ему все свои уязвимые места. А как-нибудь танковать бортом или башней, раздавая врагу каждые 10 секунд, а плевуху в 390 урона. Смотрите сами, достаточно 5 раз пробить врага за бой, и вы будете иметь средний дамаг 2000. А это, между прочим, для танка седьмого уровня очень даже хороший КПД и шанс часто побеждать в бою. 5 раз пробить противника, по-моему, очень даже легко. Танк попадает к восьмым и девятым уровням. Но и там это не мальчик для битья. При неплохом скидке и умеренном использовании голды даже против высокоуровневых танков ИС-2 может дать жару и разобрать противника. У ИС-2 такое же орудие, как и у ИС-6 и многих других советских танков. Но в топе ИС-6 не всегда себя комфортно чувствует с пробитием 175 бронебойным. Против ИС-3, КТ и других танков, которые ему встречаются. ИС-2 в топе 175 пробоев хватает для пробития почти любого противника. Также этого пробоя хватает против многих восьмых уровней. Ну да, против девяток его чаще всего не хватит. Хотя еще зависит от того, куда вы будете им стрелять. В любом случае, чаще всего мы будем попадать в топ. А значит, фармить можно немало серебра, стреляя только ББшками. Если, конечно, вы будете наносить много урона, что, как мы уже выяснили, на ИС сделать несложно. В середине списка танк фармят чуть похуже. Все же приходится часто использовать голдовые снаряды. Но и там фарм достойный. Против девяток, конечно, фарм меньше всего. Хотя если удастся в борт или в корму пробивать девяток, то тогда и фарм может быть получиться рекордный. Но это еще не самое главное. Ведь если вы купите танк для фарма, вам на нем придется часто играть. А если танк неинтересный, скучный, да и вообще он не гнет, вы что будете себя каждый бой заставлять на нем играть, мучаясь и не получая никакого удовольствия? У ИС-2 такой проблемы совершенно нет. Куда бы этот танк не попал, вниз списка или в топ, везде он себя чувствует комфортно при небольшом использовании голды против бронированных танков. При этом фарм по-прежнему будет хороший. Везде ИС может карать противников своей альфой 390. Просто динамики ему хватает, чтобы успеть в бою спрятаться, например, занять позицию какую-нибудь или зайти противником в тыл. Броня хоть и не особо крепкая, тем не менее она дает надежду на то, что враг будет не так часто вас пробивать. От башни частенько бывают рикошеты, а борта хорошо держит удар. Играть на ИС-2 просто интересно. Раздавать свертухана, выдавать врагу альфу 450, танковать бортом, рашить, заходить врагу в тыл. Все это весело и задорно. Лично я считаю, что самый сейчас лучший уровень боев для нагиба это как раз седьмой, если не считать льготные танки. Так как средний дамаг можно держать высокий на этом уровне боев и бои относительно легко тащить. Так как попадая в топ, вы встречаете танки пятого-шестого уровня, которые вы просто съедаете на обед, не поперхнувшись. Против восьмых уровней чуть сложнее, но все равно вы можете дать по мордасам будь здоров. Девятые уровни самые сложные. Что им может сделать какой-то ИС? Они тоже так думают. После того, как отхватят пару раз на 800 общего урона, почему-то перестают смело ехать в атаку и начинают отползать назад. Поэтому на седьмых уровнях тащить легче всего, я считаю. А значит, если ваша цель не просто фармить, а еще поднимать стату, то ИС-2 в этом очень даже хорош. У меня выходило стабильно держать на нем 2000 среднего урона. А ведь бывают игроки, которые и 2400 на нем держат. Процент побед тоже хороший, 70. Так что в плане поднятия статистики, это очень даже хороший выбор. Вы, наверное, спросите, а какие же есть отличия у этого танка от обычного прокачиваемого ИСа? У ИС-2 меньше брони во лбу, 100 миллиметров. Но при этом угол наклона брони лучше, так что чаще происходят рикошеты. Обычный ИС имеет во лбу 120 миллиметров, но там меньше наклон. По мне, так первый вариант точно лучше, так как мощные враги все равно вас будут пробивать. А так хоть рикошет ловите. Также у ИС-2 чуть слабее двигатель и рация, но лучше проходимость по грунтам и быстрее поворот шасси. У обоих танков слабый обзор 350 метров и небольшой боекомплект. 28 снарядов. Прочности у ИС-2 1280. У прокачиваемого ИСа 1230. Чуть меньше, но, возможно, именно эта прочность спасет вас. Остальное все идентично. Обожаете обычного ИСа? От этого вы будете просто в восторге, потому что он еще и фармит и прокачивает экипаж. Также есть нулевым перком боевое братство. То есть прокачивать его не нужно. И первый ваш перк будет требовать опыта столько же, как и у обычных остальных танков. И смотрите, характерный момент в бою. Вроде бы косая пушка с долгим сведением, с огромным разбросом. Но, тем не менее, я тут уже настрелял 3374 урона. То есть немало. Стреляя издалека, просто нужно немного потренироваться, привыкнуть к этому орудию. А, возможно, даже это и не нужно. Может быть, вы уже там на советских танках давно нагибаете и знаете, как нужно пользоваться этим орудием. В общем, если на нем правильно стрелять, там не торопиться, сводиться, то все будет отлично и дамаг будет идти рекой. Но если так стрелять с вертухана, куда попало, может быть, вам и повезет. Но не всегда, сами понимаете, большой разброс. Снаряд будет куда угодно лететь. Так можно стрелять только, если у вас нет времени сводиться. И, кто знает, может быть, с вертуханчика вы там попадете и нанесете противнику еще альфу какую-нибудь типа 460 или около того. Но при этом, конечно, стоит отметить, что не всегда на ИСах нужно там по 4 секунды стоять и сводиться. Ну, в большинстве случаев все-таки нужно сводиться. Но часто, например, в ближнем бою особенно, вы можете так примерно наполовину свести, чтобы враг был в прицеле стрелять и нанести ему урон, чтобы лишний раз не тратить время. Потому что если каждый раз сводиться по 4 секунды, то сами, принимая эти противники, могут за это время уехать и вы вообще ни по кому не попадете. И вот, смотрите, в этом бою я уже смог нанести 4560 урона. Хотя это явно не призвание ИСа стрелять издалека, он это делает явно хуже, чем остальные. Но, несмотря на это, даже в таком стиле я смог отлично подамажить. И при этом даже что-то вытанковал против не особо-то слабых противников. Там и ИС-3 был, и Ваффентрагер ПЗ-4, и Т-29. Так что ИС способен в любых условиях тащить и набивать много урона. Ну и на этом все, друзья. Спасибо огромное за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok